Верочка О ближнем, о давнем, о главном и неглавном За чаем с вареньем беседовать так славно И истину вместе искать И истину вместе искать Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я детский врач, сейчас на пенсии А это мой пес Алтай вас приветствует Мы ждем в гости Веру и Фому Это брат и сестра, мы с ними давно дружим Пьем чай с вареньем и говорим обо всем на свете Они очень любознательные ребята Сейчас их больше всего интересуют истории и жизни замечательных людей Наверное, и сегодня будем об этом говорить А вот и они! Да-да, сейчас открою Добрый день, Михаил Гаврилович Здравствуйте, дядя Миша Здравствуйте, ребята! Проходите, пожалуйста Чай уже готов и пирожки с капустой Ох, спасибо Ты что такой мрачный, Фома? Да так Его мама с папой наказали Бедный Фома Так, а за что? За геометрию Двойку по контрольной получил Ах, вот оно что А по какой теме? Может, я тебе помогу разобраться? Спасибо, Михаил Гаврилович, я сам Там тема не сложная, просто я не подготовился Ай-яй-яй-яй, Фома, как же ты так? Он до поздней ночи книжку под одеялом читал С фонариком И что же ты читал? Ну, фантастику Про путешествия в другие миры через искривление пространства и черные дыры Вы даже не представляете, как это интересно Не то, что это глупая теорема про параллельные прямые Ну, Фома, раз тебе все это нравится, то геометрия должна быть одним из самых любимых твоих предметов Это почему же? Да потому что именно эта наука, а вернее, одна из ее разновидностей На пересечении с физикой послужила созданию теории относительности Эйнштейна Не может быть! Той самой? Да! Благодаря которой рассчитывается скорость полетов космических кораблей И планируется путешествие в дальний космос Но при чем здесь геометрия? Здесь же какие-то точки прямые, как это гипотенуза, скука А тут Эйнштейн А вот представь себе Хотя, кажется, я догадываюсь Вы упомянули какую-то разновидность геометрии Расскажите, а? Да, расскажите, дядь Миша Ну что ж, с удовольствием Давно, в начале девятнадцатого века, жил был один мальчик Ой, как темно Я ничего не вижу Какой-то длинный коридор Это гимназия для мальчиков в городе Казани Смотри, Вер, вон кто-то идет Маленький, в белом и со свечкой в руке Ой, кто это? А я, Вер, ты чего так в меня вцепилась? Мне же больно Отпусти Прости, Фома, я испугалась Чего? Это же мальчик Смотри, ему лет десять, не больше Как его зовут, доктор? Это Коля Лобачевский Можно мы пойдем за ним и посмотрим? А ты уже не боишься, Верочка? Нет Тогда, друзья мои, идемте за ним Большая комната Столы Книги А, сколько их? Это, наверное... Библиотека Смотрите, он взял какую-то книжку Поставил свечку на стол, сел и стал читать Интересно, что за книжка? Не знаю Ой, Фома У Коли глаза закрываются Голова падает на книгу Ага, он заснул Смотри, смотри, Фома Из книги поднимается луч света А в нем появляется какой-то человек В странной одежде На древнего грека похож Он как будто с Колей о чем-то говорит А Коля его так внимательно слушает Я поняла Это Колин сон Здравствуй, о досточтимый отрок Я рад видеть тебя Ты так интересуешься моей книгой Что пришел сюда среди ночи Здравствуйте, уважаемый Эвклик Да, это моя любимая книга Это хорошо Ведь в ней ты найдешь разгадки всех тайн Мироздания Правда? Конечно Ведь законы природы Это лишь математические мысли Бога Интересно Кто такой этот Эвклид? Ой, кто-то идет Картинка исчезла Коля проснулся Книжку захлопнул Свечку задул и выбежал из комнаты Дверь открывается Это сторож Смотри Проверил комнату и ушел Михаил Гаврилович А что это за книжка была? Да, и мне интересно А вы посмотрите Эвклид Начало Ну-ка я открою Нет Доктор Да что ж это такое? А что? Что там, Фома? Да это же учебник по геометрии Да Между прочим Начало Эвклида Была в 18 и 19 веках Самой издаваемой книгой После Библии Михаил Гаврилович Вы меня разыгрываете что ли? Неужели Коля так любил учиться? Я конечно все понимаю Но чтобы ночью учебник читать Вот уж нет Коля с детства любил науку Особенно математику У него были очень большие способности А вот он уже студент И опять в библиотеке занимается Опять небось этого Эвклида своего читает Да нет, Фома Книги уже посложнее Посмотри Декартовы Прямоугольные системы Координат На прямой плоскости И в трехмерном пространстве Ой-ой-ой Что-то такое сложное Я ничего не понял Только про трехмерное пространство Вроде знакомое что-то Он так профессором скоро станет Зря смеешься, Фома Между прочим В двадцать четыре года Он действительно стал профессором А в тридцать четыре Ректором Казанского университета Ого, сколько студентов в зале Ну то есть в этой аудитории Яблоку негде упасть В геометрии Эвклида Через точку, лежащую вне прямой Мы можем провести только одну параллельную ей линию Попробуем это доказать методом от противного Нет, ну надо же И здесь эта теорема, на которой я завалился Что ж такое-то? А ты послушай, послушай Обычно в школе доказывают, что параллельные прямые не пересекаются А Лобачевский пытался доказать, что есть случаи, когда это не так Итак, вот прямая, вот точка Допустим, через точку, не лежащую на прямой Можно провести не одну, а множество параллельных ей прямых Невозможно! Этого не может быть! Этого не может быть! Михаил Гаврилович, я не очень понял У нас в школе такого не проходили Если говорить о школьном курсе, о геометрии Эвклида То на плоскости параллельные прямые не пересекаются Но Лобачевский рассматривал более сложный случай, когда поверхность искривлена Как это? Хм, давайте посмотрим на глобус и на карту Где тут у меня? Спасибо, Алтай Видите эти линии на карте? Да, я знаю их Это меридианы Как ты думаешь, они параллельны друг другу? Да А если мы посмотрим на глобус? О! То пространство как бы искривляется Вот именно! И мы можем сказать, что вот на таких искривленных поверхностях Параллельные прямые могут и пересечься Если они являются частью большой-пребольшой окружности Ясно, доктор Я теперь понимаю Ведь если наша вселенная большой-пребольшой шар Значит, и в нем будут действовать эти законы И я поняла! Доктор, а космос? Ну что же В 1821 году Лобачевский стал читать в университете теорию спутников и комет Он преподавал полный курс теоретической и практической астрономии Какое интересное место! Доктор, а где мы? Это университетская обсерватория Ух ты! Какая труба! Это не труба, Вера Это телескоп Я так давно мечтал в него посмотреть Дверь открывается Студенты заходят Смотрят в телескоп И Лобачевский с ними Профессор, возможно ли когда-либо посетить все эти планеты? Ну? Если кто-то изобретет корабль Но как проложить путь этому кораблю? О, это будет возможно Об этом я думаю сейчас Михаил Гаврилович Значит, Лобачевский уже в начале 19 века Мечтал о путешествиях в космос Вот это да! И не только, Фома Создание геометрии Лобачевского Показало, что геометрия Евклида Не является единственно возможной А что говорили о Лобачевском современнике? Его открытия признали? К сожалению, многие считали его чудаком И не признавали как создателя Новой, неевклидовой геометрии Которым он, по сути, являлся Как несправедливо! Конечно! Но ведь геометрия Лобачевского Опередила свое время на столетие! На столетие? Это как? Альберт Эйнштейн признавался, что на открытии теории относительности Его вдохновили именно работы Лобачевского Вот это я понимаю признание! Да! А позже именем Лобачевского назвали кратер на Луне, планету и даже самолет Я теперь точно геометрию буду учить И теорему эту про параллельные прямые так и быть выучу И я, когда вырасту Молодец, Верочка! А я тебе помогу! Вот это правильно! Спасибо вам огромное, Михаил Гаврилович, за такой интересный рассказ! Спасибо, дядя Миша! И вам спасибо, ребята, что зашли! Приходите еще! До свидания! До свидания, доктор! Всего вам доброго! И храни вас Бог! В гостях засиделись Конца вопросам нету Прощаемся, Вера, Фома Порою вопросы важнее, чем ответы Пусть жизнь нам ответит сама О дальнем, о вечном О личном и сердечном О жизни, о вере О мире бесконечном Мы будем беседовать вновь С Алтаем слетаем Мы дальше, глубже, выше И снова услышим Рассказы дяди Миши А ты нам вопросы готовь А ты нам вопросы готовь Программа создана с использованием Гранта президента Российской Федерации Предоставленного фондом президентских грантов Продолжение следует... Продолжение следует...